Доброго времени суток, дорогие друзья! У нас проект Хелик. 12 ноября рано утром был уничтожен в Газии, в Айвии, один из лидеров исламского джихада Баха Абу Аль-Атах. Данный лидер славится тем, что он организовал неоднократные вылазки, ракетные обстрелы, в том числе в сентябре нынешнего года, когда в Аштоди находился премьер-министр, был обстрелян город, и премьер-министр Немин Танягу был вынужден уйти в бомбоубежище. Данный лидер Абу Аль-Ата славится своей жестокостью, славится тем, что он представитель боевого крыла, и планировал в ближайшие дни мега-теракт при поддержке боевиков с самодельным оружием, при поддержке дронов, при поддержке противотанковых ракет и снайперов. То есть он пытался устроить такую диверсию, и около года планировалось уничтожение данного боевика. Надо отметить, что от момента принятия решения кабинетом уничтожить его и ликвидировать его прошла неделя, и, как отмечал премьер-министр Вениамин Танягу на пресс-конференции данной после его ликвидации, что это была достаточно успешная операция, одно возможности по точечному ликвидацию данного террориста. Надо отметить, что параллельно с этим в Дамаске неизвестными дронами был уничтожен также заместитель главы данной организации, исламского джихада, который тоже является достаточно серьезной ключевой личностью данных террористов. И надо отметить, что есть огромный минус, которому мы хотели бы заострить внимание, а именно, давая пресс-конференцию, господин Нитанягу сказал, что достаточно точечная ликвидация вот этой микрохирургической операции, которая была по ликвидации Абуляты. первоочередной задачей стояла, чтобы мирное население не пострадало или минимально пострадало. Вот это связывание рук, которые уже на протяжении хороших нескольких лет, не уничтожать мирное население, в случае, что уничтожить террористов. Надо отметить, что в Газе то мирное население, которое называется мирным населением, практически все является такими же террористами, или поддерживающими террористами, или пособниками террористов. Поэтому, давая такие заявления, это автоматически в арабском мире означает слабость, слабину, и, кажется, переживание за то, что ты делаешь. То есть, неуверенность в правильности своего пути. И, соответственно, вот этот сдерживающий фактор по вот этой блестящей, как рассказывают очевидцы, маленький предмет влетел в окно Абуляты, и потом, кажется, раздался взрыв, и практически никто не пострадал. Вот эта вот микрохирургическая операция, все это красиво, все это огромные силы, на это все шабак прекрасно делал террористов. То есть, прекрасная операция, все прекрасно, только с точки зрения информативной подачи террористов. Такой подсказки, чтобы они окружали вокруг себя как можно большими людьми, чтобы Израиль не мог спокойно атаковать, это ошибка, ошибка нашей страны, и ошибка, как говорится, уже практически десятилетиями, которые появятся. Надо, отмечу, надо действовать уверенно, надо действовать сильно, и на данный момент в ответ на это сотни ракет летят на Израиль, сотни ракет уже парализовали израильский юг и центр, впервые, не впервые, а за многие годы в истории Израиля в центре страны были отменены уроки. В общем, страна парализована, много миллиардов и потери, но тем не менее, мы видим, что армия ведет пока что войну против только исламского джихада, тем не менее, дали намек Хамаса, чтобы они не включались в эту операцию, тогда их не будет пробовать. Никто не знает, как пойдет дальше, но есть два сценария, либо это все прекратится, либо это будет, что в стране война, как и таки, не будет окончательного удара по всем террористам в Газе, потому что в Израиле боятся того, что власть перейдет от Хамаса в Фарху, и никто не хочет, чтобы на территории, как палестинской автономии, так и в Газе было одно правительство. То есть отсутствует окончательное решение этого вопроса, отсутствует понимание, что наша страна, что Газы это тоже часть нашей страны, часть земли Израиля, которая дана Всевышним, и что если воевать за это, то воевать до конца, если забирать, то забирать это до конца. Если выселять арабское население, которое является пятой колонной, то выселять в их арабские страны, и только те, которые лояльны и готовы признать здесь наш суверенитет, могут здесь остаться на наших условиях, которые, в принципе, должны быть у страны, которая уверена в том, что это ее земля, еврейский народ, который уверен в том, что эта земля Израиля дана самим Всевышним. В общем, есть куда расти, есть над чем работать. С другой стороны, мы видим, что всегда такие военные операции приводят к объединению еврейского народа, и вполне возможно, что в ситуации такого коллапса и такого тупика создания коалиции будут отброшены ряд предварительных условий с той или иной стороны, и будет создано настоящее правительство национального единства, без глупости, расширено, с максимальным количеством депутатов, еврейских депутатов, не отбрасывая, как говорится, арабских депутатов. Полный детальный обзор данной новости можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео и другими видео с друзьями, и с Божьей помощью мы будем свидетелем больших чудес и прекрасных целей в нашей стране. Всего доброго, мирного неба над головой, до скорых встреч!